Вы как-то сказали, что вы в Казахстане ощущаете себя казахом, а в России ощущаете себя русским. Обычно ровно наоборот. Обычно люди в вашей ситуации, я имею ввиду с таким этническим замесом, они в России ощущают себя азиатом, а в Азии русским. Вам так не кажется? Нет. У меня вот как раз именно так, как есть. Несколько даже иначе. Я вырос в Москве, я москвич. И служил в армии под Москвой. Но потом я уехал, воспитывался в какой-то англосаксонской среде, протестантской. Англиканской даже, не протестантской. Но когда я оказался в Казахстане, не просто так там на каком-нибудь фестивале есть биржбармак и пить водку, а когда я оказался там связанными обязательствами и на достаточно продолжительное время, то какие-то, так сказать, достаточно малоформулируемые мною аспекты начали во мне пробуждаться. И какие-то вещи мне показались гораздо более близкими, чем следовало бы, скажем так. Понимаете, там, будучи воспитанным, там, проведя много лет на Западе и так далее. Вот. Поэтому... Ну, поэтому вот так. То есть вы себя позиционируете как человека восточного менталитета, то есть восточного образа. Да. С точки зрения... Ну, как бы, скорее я человек восточного менталитета, чем западного, тем более, что, в общем-то, очень серьезное разочарование в западной идее во мне присутствует. Когда не появились эти разочарования? Вы знаете, эти разочарования появились тогда, когда я переехал из Англии в Россию и встретился с экспатами здесь. Вот. Потому что мне казалось, что прожив там 6-7 лет в академической среде, мне казалось, что я знаю англичан. А на самом деле знал я академиков, там, ну, философов, историков, искусствоведов, этих людей. И студентов, соответственно. Вот. Для меня было ужасным откровением, что на самом деле англичане взятки берут с большим удовольствием. Причем коррумпируются они гораздо быстрее, чем русские, оказавшись в России. Вот. И так далее. В общем, разочарование началось, приехав в Россию, встретив много представителей рекламного бизнеса с Туманного Альбиона, я понял, что, в общем-то, среди них негодяев столько же много, сколько и среди нашего брата, там, условно говоря. Вот. Но, конечно, так, серьезно говоря, я считаю, что вообще, конечно, капиталистический мир нас обманул. Нас, советских людей. Ну, да, да, конечно. Нас, советских людей. То есть, они нам продавали всю дорогу идеи, которая на самом деле оказалась червивой в конечном итоге. Вот. И, собственно говоря, вот эту червивость этой идеи мы еще до конца не почувствовали. Ну, все-таки здесь не что значит капиталистический мир. Нас обманул наша собственная элита, частью которой вы, собственно, тоже являетесь. Послушайте, ну, элита, да, обманула ради бога. Элита, ну, обманула. При этом, например, там, говорят, что несправедливо разделили нефть, ладно, но забывают про то, что все квартиры отдали всему населению, в принципе, в собственность. Ну, вот. Ну, так, если честно говорить. А разделить честно природные ресурсы, это трудно, на самом деле, я думаю. Особенно при желании быстро десоциализировать, десоциализировать, десоциализировать страну, да, и было это желание. Декапитализировать ее, да. Безусловно, да. Но, тем не менее, если как бы нашу элиту немножечко забыть, то та идея, к которой стремились мы все, начиная там с шестидесятников, да, вот как, еще неосознанно, и заканчивая, безусловно, там, перестройкой, на мой взгляд, эта идея не стоила выеденного яйца в конечном итоге. И я вот себя чувствую обманутым человеком. Ну, как советский человек, как мсомолец, как сержант советской армии. Я считаю, что меня обманул капиталистический мир. И что зря мы разрушили там социализм такой, можно было потихонечку, дозированно делать социализм из инъекции капитализма, как это делалось в Китае. Вот. Поэтому у меня китайцы. Ну, понятно. Очень удобно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.